МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире арена событий, программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Семюшкин. Из года в год в посланиях и главы Республики Саха-Якутия, и президента Российской Федерации поднимается, на мой взгляд, над политическая и надэкономическая тема. Это тема образования. Правда ли, что в 21 веке интернет совсем заменил эрудицию? Или что-то все-таки от нее осталось? Поговорим сегодня с директорами школ и с теми, кто имеет к образованию самое непосредственное отношение. Параллели проводить довольно-таки тяжело между тем поколениями и этим, потому что, во-первых, условия разные. Действительно интернет, действительно то, что дети стали очень мало читать. Да, большинство из них не испытывают восторга от шелеста страниц. Но не станем проводить межпоколенческие параллели. Неблагодарное это дело. Сегодня мы рассмотрим различные аспекты современного образования, как предложил это сделать Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию Российской Федерации. Но предлагаю посмотреть на эти вопросы шире. Для хорошего образования недостаточно только комфортных зданий. Нужна профессиональная, мотивированная работа учителя, прорывные обучающие новые технологии и, конечно, возможности для творчества, занятий спортом, дополнительного образования. И, конечно, нужно взять все самое лучшее, что было в прежних дворцах пионеров, кружках юных техников и так далее. Построить работу на принципиально, конечно, новой, современной основе с участием и бизнеса, и высших учебных заведений, университетов. Как у вас в 19-й школе с домообразованием? У нас здесь, скажем, вот, если посмотреть по итогам прошлого года, нынешнего, ну, вообще до этого, скажем так, дополнительное образование представлено очень широким спектром. Если сейчас вы посмотрите, у нас действует около 27 кружков и секций. У меня прямо в школе, на базе школы организованной. Потому что, как бы скажем, домообразование – это неотъемлемая часть воспитания ребенка. И я считаю, что для нас, для школы более удаленной от центра, это очень актуально. Только дополнительное образование поможет ребенку, во-первых, успешно социализироваться, потому что он начинает, как бы, скажем, у него коммуникативные способности, компетенции вырабатываются. Потом, скажем, он начинает себя, скажем, смотреть с позиции уже, наверное, и профориентации ранее. Потому что сейчас у нас, вот, мы в этом году тоже подошли вплотную к этому вопросу. И вошли в сетевое такое взаимодействие нескольких школ по направлению junior skills. То есть это ранняя профориентация, скажем, политехническое образование. Ранняя профориентация очень важна. И слово «раннее» в данном контексте означает, что многие школьники в девятом классе вообще никак не представляют своего будущего, не знают, чем хотят заниматься. Те, которые предполагают, что в одиннадцатом классе ни по чём не сдадут ЕГЭ, те уходят, чтобы поступить куда-нибудь, отсидеться два года, получить какую-то специальность. И неважно, что она в будущем вообще может не понадобиться. Но много ли таких? У нас, по сравнению с другими районами, регионами Российской Федерации, очень много детей обучается в старшей школе. Вот, например, в Татарстане только 60% детей уже не идёт в среднюю школу. Они обучаются в системе профобразования. И только 40% детей остаются те, которые нацелены на высшие профессиональные учреждения. У нас все учатся. У нас учатся и те дети, которые должны были бы по специальным программам учаться тоже. Я была в Татарстане, и мы, как бы, скажем, посмотрели и систему их профобразования, и, наверное, скажем так, широкий спектр предлагаемых профессий, которые у нас в республике, например, скажем так, я бы не сказала, что у нас много. Это во-первых. Во-вторых, тут психологическая, скажем, составляющая есть. Родители после девятого класса боятся отпустить детей в жизнь, скажем так. Это в большинстве случаев. Даже если есть какие-то заведения, родители как бы не очень стараются отпустить ребёнка в студенчество. Потому что это уже другая ступень жизни. Ну, скажем, другое там уже и сообщество будет, правильно? Поэтому, ну, как бы, скажем, вот в школе им было комфортно, хорошо. Они хотят дольше задержаться в этом комфорте. Личностный комфорт зависит в том числе от адекватной самооценки, уверенности в себе и своих возможностях, социальной роли подростка в группе сверстников, личной полноценности и компетентности, которые, в свою очередь, определяются школьной успеваемостью. Егор Борисов коснулся этой проблемы в своём послании к Государственному собранию Илтумен. Год от года укрепляется материально-техническая база. Строятся новые школы и детские сады. Однако мы в праве требуем ответных результатов по качеству. Почему при относительно равных условиях показатели аттестации школьников так разнятся по районам республики? Министерству образования необходимо повысить качество мониторинга и объявлять причины этого дисбаланса. Галина Ивановна, позвольте с самого начала, как бы Вы охарактеризовали сегодняшнюю квалификацию преподавателей? Когда мы говорим, что действительно, вот где у нас хорошие показатели и результаты единого государственного экзамена, в основном есть действительно очень прямая пропорциональная зависимость, потому что там, где хорошие результаты, там есть и преподавание очень качественное. Где у нас есть не очень хорошие показатели, там, естественно, есть большие затруднения и методики преподавания, и знания предметных областей. По положению у нас учителя обязаны проходить обязательные курсы повышения один раз в три года по новому федеральному закону об образовании. Поэтому у нас есть бан данных учителей, педагогов республики, поэтому, учитывая, вот они должны пройти раз в три года, мы обязательно приглашаем, и муниципалитеты тоже отправляют учителей для повышения квалификации. Это одно, проходит на базе нашего института. А во-вторых, мы, учитывая, что вот именно автические лусы, там есть затруднения в транспортном обеспечении, поэтому мы, учитывая, что им очень трудно здесь приезжать, обязательно вот институт отправляет своих сотрудников. Анализ показывает, что есть дисбаланс по итогам государственной аттестации. И так по нисходящей. В лидерах по успеваемости Якутск и промышленные города. Далее идут центральные районы, но разрыв здесь небольшой. А вот уже сильно отстают от лучших по республиканским данным и, конечно, от общероссийских показателей. Северные арктические районы и Вилюйская группа районов. Хотя и на северах нельзя всех равнять по одной логарифмической линейке. В этом году школу ЛУС у нас закончили 50 выпускников. Из них у нас 9 золотых медалистов и 2 серебряных медалиста. Все наши выпускники 100% поступили и продолжают обучение. Наши учащиеся ежегодно успешно уступают в республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее» Николая Харды имени Ларионова, где у нас 5 учащихся стали лауреатами и 9 дипломантов этой конференции. Особенно интересно, вы заметили, по Вилюйской группе районов, у нас это же и промышленность там есть, и хорошие лицеи, гимназии. А все же, видите, средний балл понижается. Это связано, возможно, с какими-то причинами, например, самоанализа, самооценки. Может быть, у них недостаточно проводится курсов повышения квалификации преподавателей. Или очень много малочисленных, малокомплектных школ, где есть недостатки в организации обучения детей. Но в целом я хочу сказать, что у нас ведь система образования все же от среднероссийских показателей тоже отстает. Мы по сравнению с собой двигаемся вперед позитивно. За последние 5 лет мы значительно повысили качество образования. То есть по итогам единого экзамена, по предметности посмотреть, то динамика есть. Но в сравнении с Российской Федерацией, к сожалению, мы отстаем. И мы должны понять, почему. Ну, отдаленность, кадровая, значит, дефицит, может быть, даже застой какой-то, может быть, в кадровом отношении, да? И не так сильно мы их там, может быть, материально поддерживали, наравне с центральными группами районов. То есть причин много. С каждым годом увеличивается число школьников. И хотелось бы, чтобы, с одной стороны, этот рост не сказался на качестве образования, а с другой – на условиях обучения. Мы очень рады тому, что большое внимание будет уделено строительству, реконструкции новых зданий для нашей школы детских сходов. У нас в этом году, в 16-м году, будет введено строительство школы номер 9 в микрорайоне Солнечной. И очень хотели бы мы, чтобы в последующие годы такая школа тоже детей железнодорожников, которые находятся в микрорайоне Солнечной, тоже, чтобы появилась новая школа. А материальная база, она не решает ничего. Решает только кадры и еще раз кадры. Вот в последние годы уже в квалификационной категории учительства входит новый термин – наставничество. И мне представляется, что для этого качественного ПН-перехода – есть такой термин физики. Перехода из педагога в наставники только материально-технической и методологической поддержки недостаточно. То, чтобы замотивировать учителя, нужно, чтобы ребенок был замотивирован на учебу. Ребенок должен хотеть учиться у этого учителя. Вот ценности потеряли. Раньше было, когда мы учились, очень много было трудового воспитания. Мужчины в школе было достаточно много. То есть нас учили мужчины. Вот если вот такие ценности, например, как раньше, вернуть, например. Мне кажется, это будет действовать. Потому что в наше время образование было абсолютно неплохим. И даже считалось самым лучшим. Галина Ивановна, пожалуйста, кого бы вы могли назвать в качестве преподавателей от Бога? Я бы с таким великим удовольствием назвала очень многих. Но я назову таких, которые на слуху, тех, которые к нам приходят, те, которые действительно являются гарантией того, что если ребенок попадает к этому учителю, то уже гарантия, что ребенок получит очень качественные знания. И Галина Ивановна стала называть имена. И список этот был длинным. И не имея возможности уделить время всем, я посчитал себя не вправе назвать лишь некоторых. Личность, милостивый государь, вот главное. Человеческая личность должна быть крепка, как скала. Ибо на ней все строится. Иван Тургенев, отцы и дети. В системе образования, безусловно, важные места занимают и строительство новых школ, и их модернизация, и введение новых стандартов обучения. Но центральное место этой системы должно занимать воспитание личности. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать о событиях в лицо. Всего вам доброго. До свидания.